На Украине планируют возобновить выпуск самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178. 8 февраля 2019 года РИА-Новости на Украине планируют возобновить выпуск самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Самолет Ан-148. Источник изображения, РИА-Новости, Виталий Яньков-Киев, 7 фиф РИА-Новости. Украинское государственное предприятие Антонов в 2019 году планирует возобновить выпуск самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, сообщает в четверг пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины. Госпредприятие Антонов в 2019 году планирует продолжить реализацию программы импортозамещения, замены российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США РИАД, и восстановить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, говорится в сообщении. Отмечается, что украинское правительство утвердило финансовый план госпредприятия на 2019 год, согласно которому Антонов получит около 6,1 миллиарда гривен, более 226,2 миллиона долларов, чистого дохода от реализации продукции, из которых 5,9 миллиарда, более 218,8 миллиона долларов, на внешних рынках и 200 миллионов, более 7,4 миллионов долларов, на Украине. При этом основные доходы госпредприятия планируют получить от предоставления инжиниринговых услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также от роялти. В 2019 году госпредприятие планирует выплатить в пользу государства более 1 миллиарда гривен, более 37 миллионов долларов РЭД, в том числе налогов, сборов, включая отчисление 30% чистой прибыли ГП «Антонов» на сумму 214,5 миллионов гривен, 7,9 миллиона долларов РЭД, говорится в сообщении. Украинское госпредприятие «Антонов» объединяет опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. В активе деятельности предприятие 22 типа новых самолетов, более 110 специализированных модификаций различного военного и гражданского назначения. Госпредприятие «Антонов» изготовило около 22 тысячи самолетов, из них более 1,5 тысячи продано в 50 стран мира. 7 февраля 2019 года права на данный материал принадлежат РИО «Новости». Материал размещен правообладателям в открытом доступе.